Привет всем, друзья! Мы продолжаем с вами играть Car Mechanic Simulator. У нас, вы помните, приехал мужичок на вот этом вот пирожке и попросил нас поменять масло. Так, освоим для себя новый вид деятельности, да? Ну, давайте для начала нам нужно поменять фильтр масляный и потом уже заменить масло. Говорит, подожду пока снаружи. И всего-навсего 200 баксов дает. Не так, чтобы очень-очень много. Так, ну давайте смотреть. Вот у нас крышка масляного фильтра, да? Давайте мы ее снимем. Дальше. У нас так, вот это, вот это, вот это. Сам фильтр. Снимаем его тоже. Покупаем новый, но прежде чем покупать, вдруг, давайте посмотрим, а вдруг есть возможность его сремонтировать. Нет, к сожалению. К сожалению, новый фильтр со старого сделать нельзя. Так, ну ладно. Значит, будем покупать масляный фильтр. Воздушный. Вот он, 50 долларов, да? За 49 мы купили. Вы видали, да? Это все из-за того, что у нас теперь повысился навык покупки. Торговли. Вот у нас есть знакомый менеджер, которому мы приплачиваем. И он на 1 доллар нам дешевле продает. В данном случае на 1, а там на большей сумме, наверное, больше будет. Так, масляный фильтр. Ставим назад. Ставим крышку. Так, хорошо. Проверяем сразу же. Да, заменили. Теперь нужно заменить масло. Вот, но замена масла, как вы знаете, у нас снизу, да? Снизу и нам нужно вот эту вот штуку поставить под автомобиль. Теперь давайте мы используем ее. Ну как, для начала просто вот сюда вот где-то поставим. Так. Вот я не уверен, где именно здесь у нас с вами слив масла должен быть. Давайте мы посмотрим. Блок цилиндров. Много чего хорошего, но пока что я не вижу именно того, что надо. Обычно как? Обычно вот отсюда, да, у нас? Может, вот это нужно снять? Масляный поддон. Поддон-то мы снимем с вами, сразу же выльется, да? Я так подозреваю, сильно подозреваю. Может, у нас что-нибудь есть? Резиновая втулка. Вот, но кроме масляного поддона, а вот еще что-то. Но это, скорее всего, у нас к коробке относится. Занятно. Может, как-то вот так? Ага, вот оно. Ну, естественно... А-а-а, нет! Мы же хотели с вами... Да. Мы же хотели с вами поставить вот эту вот штуку. Взяли, смотрите, что натворили, а. Да, ну теперь уже, как там горят? После драки кулаками не машут, да? Давайте мы ее все же подставим. Я не знаю, может, там какие-то остатки выльются. Куда-то вот так вот, да? Остатки сладкие. Придется сегодня задержаться на работе. Убирать за собой. Так. Да нет, тут уже... А здесь уже ничего нет совершенно. Так, ну что же, теперь самое главное не забыть ее закрутить, да? Вот я думаю, что она в автомате, в общем-то, закрутилась. Но на всякий случай давайте проверим. Это режим разборки. Нет, нам нужен режим сборки. А у нас разборки. Да переключайся ты. В самом-то деле. Так, ладно. Скорее всего, у нас оно должно было сработать в автомате, да? То есть... Само закрутилось. Ну, посмотрим. Посмотрим. Давайте вот это вот уберем. Будем убирать. Не все так просто оказалось, как могло было бы быть. Но, тем не менее, мы с вами справились. Так, теперь опускаем автомобиль и заливаем масло. Покупать, насколько я знаю, его не надо, да, у нас? Маслозаливная пробка двигателя. Так, залить масло. Вот оно. Оп. И, насколько я знаю, нужно же не просто так заливать его, а еще и смотреть уровень. Поддерживать уровень масла между отметками мин и макс. А у нас? Маловато, да? То есть, я тут вообще не вижу, где у нас тут. Может, как-то еще раз. Нет. Имеет желтый цвет новая, а старая черный. Но у нас сейчас вообще пусто. Так, хорошо. Продолжаем. Так, давай, 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 давай. Как бы лишнего туда не ливануть. Вот, понимаете, в чем проблема? За лишнее масло нам никто... Ага, вот оно все. Хорошо. За лишнее масло нам никто не заплатит и по головке не погладит. Вот. Ну, это первый раз. Потом мы с вами, в общем-то, я думаю, что примерно будем знать, сколько нужно заливать. Сколько нужно держать. Так, шо? Ну, уже неплохо. Но я считаю, что нужно где-то посередине, да? Между отметками. Чуток давайте еще, то как-то совсем уж мало. Вот, ну и лишнего, опять же. Чтобы потом не сливать. Во, отлично! Просто прекрасно. Все. Пробка сама закрутилась, насколько я подозреваю. Вот, по идее, все. Отлично. Заменить масло, заменить масляный фильтр. Окей. Вот, не все так просто оказалось, как мы рассчитывали с вами. Но, тем не менее, будем теперь иметь в виду и будем иметь опыт, что нужно подставлять тазик, прежде чем откручивать пробку. Заменить ремни и натяжители. Заменить водяной насос. 1400 баксов. Всех ремней и всех натяжителей. Или мой друг еще посоветовал заменить водяной насос. Так, ну хорошо. Кстати, зеленого цвета мне нравится. Крутой такой цвет. По-моему. Так, погнали. Заменить натяжители, говорите. Натяжители у нас вот вроде бы как с этой стороны. Да, смотрите. Вот, но давайте проверим. Да нет, вроде бы как ездить нам не надо. Тест драйв делать. Итак, можно понять, да, что здесь, что не так. Единственное, что... Давайте посмотрим состояние. Так, действительно с ним плохо дело. Смотрите. Красного цвета. А ремни? Да тут все плохо. Офигеть. Водяной насос. Да. Друг его прав. Абсолютно. А генератор? Нет, генератор мы не посмотрим. Ну, генератор он и не просил. Но мы видим, что действительно, смотрите, все буквально сломано. Так, ну что же, давайте снимать. Ремень ГРМ и поликлиновый ремень. Ремень ГРМ и поликлиновый ремень. Нужно будет как-то запомнить. Так, снимаем это. Так, вот это мы снимем, нет? Или нужно как-то по-другому сюда подлезть? Так, вот оно, где собака у нас с вами зарылась, порылась. Вот, что нужно снять. Вот, естественно, для того, чтобы натяжение убрать. И теперь мы можем легко снять ремень. Вот, ну, что же. Бывает, бывает. Мы же с вами первый раз все делаем. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Потому что мы что-то где-то не поняли или неправильно сделали. Так, самое главное теперь еще не забыть вот эту вот крышку назад поставить. Вот, которую можно было бы и не снимать. Ну что же. Давайте смотреть, что у нас здесь. Что нам нужно покупать. провода, колеса, поликлиновый ремень за 100. Вот, в принципе, 98, смотрите, да, тоже скидочка. В принципе, можно было бы опять же взглянуть. А вдруг, вдруг у нас с вами там что-то можно отремонтировать. Изолентой закрутить этот ремень. Водяной насос мы можем с вами сремонтировать. Но почему не сделать? Конечно же. Вот, уже легче. Так, и я бы хотел немножко так как-то... Ремень ГРМ, натяжители ремня, поликлиновый ремень, натяжной ролик. Так, и погнали. Так, ГРМ. ГРМ В6, смотрите, да, у нас. Скоро будем ремонтировать также двигатели, которые на 6 цилиндров. Так, ну, собственно говоря, больше тут ничего нет. Где же эти ролики? Вот он, натяжитель 1 и натяжной ролик. Да? Да. И какой-то я уж... Давайте вспомним, что именно. Какой-то мы из этих купили. Нет, ремень ГРМ и поликлиновый. И все, и больше нам ничего не надо. По идее. Погнали. Так, за 117 и... Поликлиновый. Окей, погнали. Ставим. Водяной насос. Собственноручно отремонтированный. В прекрасном состоянии, даже в лучшем, чем в магазине можно купить. Потому что сами делали. Натяжной ролик. Туда. Ремень 1. Ролик 2. Вот в чем была проблема, да, что мы не могли с вами снять. Нужно было его снять в первую очередь. Вот. И последний. Все? Да. Вот. Говорят, что нет запчастей. Принимай, хозяин. Так. Вот так вот. Убираем, смотрим. Да, все верно. 1400. Мы с вами за это получаем. За вычетом того, что мы купили, отремонтировали. Там где-то около, наверное, 800-700. Подобьем вечером бухгалтерию. Найти и устранить проблему. Вот оно. Вот оно. Наша первая серьезная проблема, да. Я слышу ужасные звуки, когда медленно еду по ухабистой дороге. Когда нам говорят, что найди тоже не знаю что. Так, ладно. Это означает одно, что нам с вами нужно правильно тест-драйв делать. Потому что то, что он одно слышит, это, конечно же, хорошо. Но мы можем с вами совсем другое услышать или вообще ничего не услышать. Тяжело, когда машина едет. Тяжело, когда машина едет. Вот сейчас мы с вами узнаем, да. Ну, не знаю. Мы с вами ехали достаточно медленно. 40 километров, я считаю, что довольно-таки медленно. Но я ничего не слышал. Эдакого. Ну, поверим на слово. Так, я думаю, что если где-то что-то, то, конечно же, это где-то что-то сломано у нас возле колеса. Давайте заценим. Вот из этих или подвески. А вот, в принципе, смотрите, мы можем даже сразу же с вами увидеть, да, в чем проблема. Вот даже не нужно заходить в этот вот режим. Хотя, конечно же, так значительно более наглядно. Так, хорошо. Для этого нам нужно с вами колесо снять. Вот, и после этого ремонта я предлагаю сгонять и посмотреть, сколько у нас денег. Может быть, что-нибудь прикупим. Хорошее. Так. Или не надо было колесо снимать. Стойка стабилизатора. Погнали. Стойка стабилизатора. Это у нас правая. За 49. Да. Вот, может быть, можно было ее отремонтировать. Но мы уже купили. Красавица снова на ходу. Найти и устранить проблему. Нашли и устранили. Отлично. Заменить воздушные и масляные фильтры. Заменить масло. Проверить все ремни. Я купил этот ужасный автомобиль для своей жены. Хочу сделать основное техническое обслуживание. Хочу сделать основное техническое обслуживание. Замените воздушные и масляные фильтры и все сделайте. Почему ужасный? А, что цвет такой розовый, да? Розово-красный какой-то такой вот. Занятный. Ну, я не сказал бы, что ужасный. Я бы от такого не отказался. От ужасного автомобиля. Так, ладно. Я думаю, что давайте, наверное, все же мы сгоняем с вами. Посмотрим то, что решали сделать. У нас 4884. Где-то 1003 мы себе оставим на всякий случай. На все про все. Вот, если что, конечно же, у нас есть банковский кредит. Если вдруг мы уйдем с вами в минус совсем куда-нибудь. Купить за 1000 инструменты. Это еще быстрее мы будем болты крутить. И управление бизнесом. Прибыль больше на 5%. Вот, или скидка в магазине 2%. Или мы можем... Да нет, за 1000 долларов, я думаю, что 3% или 4% получить, то как-то совсем уж как-то мало. Давайте вот управление, пускай будет больше денег. Полторы тысячи. Ввалим в это все. Вот, ну и я совершенно же забыл, что у нас, смотрите. У нас же не только есть с вами магазин. У нас же есть и БУ автозапчасти. Да, мы можем на этом экономить. Так, и давайте посмотрим насчет стойки. Нет, стойку, к сожалению, нельзя. Отремонтировать, а хотелось бы. Значит, вот эти вот все натяжители, все тоже мы с вами продаем. Вот, хорошо. Ну, это то, что у нас отремонтировано. Я думаю, что оно пригодится. Не сейчас так, возможно, чуток попозже. Так, что ты говоришь там? Заменить все воздушные, масляные, фильтры, масло, проверить все ремни. Ну, давайте сделаем. Ох, ну действительно, смотрите. Это действительно немножко такой вот подношенный автомобиль. Мы видим ржавое тут все. Зачем же ты жене своей купил такой автомобиль? Ржавый. Так, ладно. На день всех влюбленных, скорее всего, да? Снимаем. Фильтр. Дальше. Воздушный где-то тут у нас был воздушный фильтр. Вот здесь вот, кажется, да? Крышка воздушного фильтра. Нужно снять вот это. Воздуховоды. Вот. Ну, по крайней мере, купил автомобиль. Бэушный, да? По крайней мере, хотя бы пригнал его на ремонт. Уже хорошо. Значит, любит свою жену. Так. И проверяем сразу же натяжные ремни. Что тут у нас с состоянием? Красного цвета. Ролики. Натяжной ролик 41. Тоже его вроде бы как неплохо было бы поменять, да? Вот. Но заказа не было. Тут вы видите, что тут много чего нужно менять. Вот. Кстати, не все ремни у нас тут сломаны. Вот. Один только получается. Генератор мы почему-то все равно с вами не можем проверить. Не знаю. Так, ладно. В общем-то, только один вот этот мы можем заменить. Состояние 1%. То есть, он уже на ладан дышал. Хорошо. Погнали. Так. Ну, давайте, конечно же, купим новые. Воздушный фильтр 35. Тем более, у нас скидочка с вами уже имеется. Так. Масляный фильтр 49. И ремень. Ремень. Я-то увидел, что ремень сломан. Но какой именно, я не запомнил, конечно же. Горе мне, горе. Так. Проверить состояние. Ну, вот оно. Ремень ГРМ. ГРМ. Что бы это ни значило, вот такой вот ремень. И, опять же, да, у нас вот это вот снять. Теперь что? Вот этот снять, да? Потом уже к этому добираться. Так. Хорошо. Погнали. 120 долларов. Так. Ну, и ставим все на место. Ну, какой есть. Хороший вроде бы как. Более-менее. Я не знаю. Если будут претензии, мы и его тоже поменяем сами. Так. Все тут вроде бы, да? Что мы с вами тут снимали? Мы тут все поставили. Дальше. Масло нужно поменять. Правильно же? Проверить все ремни. Заменить масло. Заменить масляный. Проверить все ремни. Не было сказано, чтобы мы их заменяли. Вот. Но я думаю, что... Да ладно. Ладно. Хорошо. Заменить масло и заменить воздушные и масляные фильтры. Но я же заменил. Воздушные и масляные фильтры я заменил. Или нет? Да. Смотрите. Ага, вот. Я его купил. Я его не заменил. Так. Ставим крышку. Дальше. Здесь мы тоже с вами все ставим на место. Здесь по-хорошему, мне кажется, что вообще полдвигателя нужно перебрать и заменить половину. Ну, по крайней мере, вот такие вот патрубки. Там, скажем, то, что недорогое. Так, замена у нас произошла. Да, произошла. И заменить масло. Вот, как раз у нас сейчас будет возможность реабилитироваться немножко в своих собственных глазах. Потому что грязище тут, конечно, знатное. Так. Вот, судя по всему, где-то здесь у нас, да? Вот оно. Ну, не знаю. Кажется... Кажется там, где надо. Так. И... Вот оно. Так, могу я как-то посмотреть, туда будет лица или нет? Ну, кто его знает? Кажется, туда. Но увидим. Если больше грязи, значит, не туда мы с вами. Нет, туда все в порядке. Отлично. Так, хорошо. Это ужасный красный автомобиль. И замена масла. Вот она, наша замена. Так, а зачем я это снял? Вот что нам нужно снять. Так. Понятно. Еще примерно столько же. Да не хочу я снимать ее. Вот что я хочу. Хотел было сделать. Так. Наверное, хватит. Еще немножко. Потому как приедет, скажет Женя, ну не долил уже ты. Ну что ты скажешь? Я ж тебя просил. Сделать жене приятное. Как бы это ни звучало, да? Звучит, конечно, довольно-таки странно. Вот пускай сам делает своей жене приятное. Мы ему сделаем автомобиль. Автомобиль. Так, все вроде бы. Все сделали. Масло поменяли. Уровень. Все в порядке. Все сделано. За 500 баксов. И даже больше сделали, чем надо. Ремень он нас не просил менять. Вот мы ему поменяли. Это ко дню всех влюбленных. Подарок. От меня лично. Найти и устранить проблему. У моей машины уже большой пробег. Теперь, когда я поворачиваю, она начинает издавать ужасный звук. 1400. Вот. Ну, не знаю. Большой пробег, говоришь. А выглядит хорошо. Выглядит просто прекрасно. Все бы так автомобили с большим пробегом выглядели. Вот. Но я предлагаю вам все-таки заняться этим автомобилем в следующей части. Я на этом прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok